Волнующие слова благодарности и самые тёплые поздравления и пожелания звучали в адрес педагогов со сцены районного дома культуры имени Невельского, 5 октября в День Учителя. В этот день на празднике присутствовали заслуженные люди, педагоги с большой буквы, отдавшие работе в системе образования много лет. О каждом учителе можно сказать много замечательных слов. Сегодня действительно замечательный осенний праздник День Учителя. Я его очень люблю, потому что много лет сам отдал этой профессии. Точно знаю, что это очень трудная, но в то же время очень почётная профессия. Воспитатель, учитель, преподаватель. Именно эта профессия, эта работа позволяет заложить базу, фундамент наших воспитанников, наших учеников. Студентов, которые затем становятся в будущем страны. В этот день свои заслуженные награды получили лучшие из лучших педагоги Невельского района. В торжественной обстановке вручали нагрудные знаки «Отличник просвещения Российской Федерации» и «Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации». Были присвоены почётные звания ветеран сферы воспитания и просвещения Российской Федерации. Педагоги отмечены и почётными грамотами Министерства просвещения и Министерства образования Сахалинской области, а также дипломами правительства Сахалинской области, грамотами и благодарственными письмами Сахалинской областной думы. Стоит отметить, что на сцену были приглашены более 30 педагогов Невельского района, которым в торжественной обстановке и подбурные аплодисменты были вручены в честь 75-летия Сахалинской области памятные знаки губернатора Сахалинской области. Кроме того, глава района вручил почетные грамоты и благодарности администрации Невельского городского округа. Учить детей – это не просто давать знания из учебников, книг. Учить детей – это значит верить в их успехи, это значит любить их, это значит помогать им в достижении их самых заветных мечт. Пожелал присутствующим педагогам здоровья, семейного благополучия, творческих идей и успехов председатель собрания Невельского городского округа Ивана Сыпайко, вручив почетные грамоты собрания. После завершения официальной торжественной части настал самый волнительный момент – оглашение победителей районного конкурса «Учитель года». Подаваться из зрительного зала оглашали номинации. Номинацию ведущей за собой завоевала учитель музыки школы номер два города Невельска Мария Аланкина. Сердце отдаю детям вручили воспитателю детского сада номер два «Журавушка» Наталье Капран. Общественное признание обрела педагог-психолог детского сада номер одиннадцать «Аленький цветочек» Дарья Алдатова. Детское жюри определило и победителя специального приза детских симпатий. Им стала учитель истории и общества знания школы села Горнозаводска Ирина Рогачева. Ну как вы думаете, чем вы детское жюри покорили? Искренностью, открытостью, активностью, обаянием. В номинации «Педагогическое мастерство» лучшими признали учителя физической культуры школы села Шибунина Тихона Скотникова и учителя логопеда детского сада номер четыре «Золотая рыбка» Наталью Синяк. Лауреатом специального приза мэра Невельского городского округа стала воспитатель детского сада номер шестнадцать «Малышка» Екатерина Юдакова. Среди учителей логопеда в победу в номинации «Учитель логопед» одержала Светлана Шпагина с детского сада номер два «Рябинка» села Горнозаводска. Чувства переполняют радость, волнение, облегчение, что этапы все позади. Ну и, конечно же, чувство удовлетворения. Абсолютным победителем районного конкурса «Учитель года-2021» был признан Тихон Скотников и, как полагается концертно-конкурсную часть торжества, завершил без преувеличения новая звезда этого дня – яркий, зажигательный и талантливый учитель 2021 года. Эмоции как победителя? Перешкаливают, зашкаливают. Вообще, меня трясется его. Я не ожидал. Ну, я ожидал, что номинация какая-то будет, но победителем я не ожидал, что стану. И хочу поздравить от всей души всех учителей, педагогов, пожелать им крепкого здоровья, стальных нервов и покладистых учеников, чтобы они уважали, любили учителей, потому что учителя – очень бесценная профессия. С радостным чувством праздника невельские учителя расходились, унося с собой заряд бодрости, позитива, а также приятные воспоминания. Которые будут согревать их в течение всего года. Елена Стрелкова, Евгений Романенко, Александр Трунин, Невельские новости.